Ранее заброшенная и заросшая травой территория, сейчас тут современная спортивная площадка. Сегодня мы открываем уникальную площадку для ребят, которая была организована при поддержке «Запорожстали» и проекта, который является стартовым в нашем городе, как образец для подражания других промышленных предприятий, способных поддерживать сегодняшнюю молодежь, создавать условия в городе для развития системы образования и наших детей. Кроме новых тренажеров, тут благоустроили и пришкольную территорию. Для комфорта детей установили велопарковку, оборудовали и мини-сквер. Здесь теперь клумба, урны и лавочки. На самом деле мы очень рады, что возле нашей школы появился такой парк, в котором можно погулять, посидеть после школы на большой перемене, когда будет тепло. И еще очень рады, что поставили велопарковки. Многие из нашей школы ездят на велосипедах, но так как некуда девать велосипеды, их крадут, перестали ездить на велосипедах. Раньше не было такой возможности возле школы покачаться и поиграть с друзьями, а теперь есть, благодаря этой хорошей площадке. Все, что удалось сделать, было в плане проекта «Изменим отношение к окружающей природе вместе». С ним представители учебного комплекса участвовали в конкурсе социальных инициатив «Мы – это город», который проводит комбинат «Запорожсталь». Став победителями, получили грант в 42 тысячи гривен от Запорожского коксохимического завода. Данные проекты очень важны. Во-первых, это воспитывает в людях и наших жителях то, что мы сами созидаем, мы сами создаем свои комфортные условия для проживания. Не надо надеяться, что кто-то сделает за нас, надо начинать с самих себя, а я думаю, все остальные поддержат. Екатерина Даньшина, Эдгар Копытов, ТВ5. Конец. Конец. Продолжение следует. Франция «Я не справилась»